Лишь только подснежник распустится в срок, лишь только приблизятся первые грозы. Эти слова из популярной песни 20 века словно инструкция по применению для сбора березового сока. Техник добычи природного лакомства довольно много. Единственное, неизменным остается только время, процесс не быстрый. Я выбрал самый простой, но и, пожалуй, самый долгий путь. На расстоянии примерно в полутори метров от земли в ствол дерева вбиваем гвоздь, чтобы сделать лунку. Затем вставляем в нее марлевую турундочку, по которой сок по капле будет стекать в тару. Вот и все. Наблюдать за сбором березового сока одно удовольствие. Это определенно успокаивает. Конечно, так можно простоять и весь день. Поэтому опытные сборщики урожая делают более глубокие отверстия дрелью и устанавливают объемные тары на срок до одних суток. Следует помнить, чтобы не навредить дереву, за один раз со ствола можно собирать не более 5 литров. Березовый сок невероятно полезен весной, особенно в период авитаминоза. В нем содержится необходимый для человека витамин передоксин. Но попросту это Б6. Также из сока березы делают сироп, квас для окрошки. Применяют его и наружную для улучшения цвета кожи. А еще делают березовицу. Это слабоалкогольное искристое вино из теста на воображение. Русская береза – уникальное дерево, которое является символом нашей страны. А также щедро одаряет человека еще и своим неповторимым соком. Настоящее природное лакомство. Антон Никонов и Юрий Конихин. Улправда ТВ.